В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. ЧП районного масштаба. Жителей 20-го дома по улице Авроры экстренно эвакуировали спасатели. Около фундамента в земле образовалась трещина глубиной 15 метров. Подробности в нашем сюжете. Семейство Терехиных срочно покидает свою квартиру. С собой забирают самое дорогое – дочь Викторию, собаку, кошку и вещи первой необходимости. 20-му дому по улице Авроры уже 60 лет. Вплотную с фундаментом образовалась трещина в земле. По экспертным оценкам – 15 метров глубиной. Александр рассказывает, все началось пару дней назад. У меня дочь первая заметила, она сработала, позднее, заметила дырку маленькую. Я гулял утром с собакой тоже, она подходила, видел, корни висят, все. Потом у меня через два вышел гулять, там метра четыре. По звонку сотрудники МЧС на место происшествия выехали незамедлительно. Аварийный дом отключили от электричества и газа. По прибытию оперативной группы было установлено наличие провала рядом с отмосткой дома, провал площадью по поверхности 4 квадратных метра и в глубину до 15 метров. Можем предположить, что были пустоты, которые не учитывались даже при строительстве дома. То есть то, что мы наблюдали, возможная пустота, она на глубине свыше 10 метров. И судя по тем остаткам земли на корнях деревьев, на фундаменте, который оголился. Все, само происшествие произошло на глубине более 10 метров. Более точная оценка причин обвалы грунта в районе 20-го дома по улице Аврора появится только после геологической экспертизы. Двухподъездный дом эвакуировали 12 семей, 27 человек. Власти железнодорожного района предложили людям временно разместиться в спортзале 18-й школы, обеспечили горячим питанием. Если дом признают непригодным для проживания, им предложат маневренный фонд. Сработали на то все есть. Во взаимодействии с главным управлением МЧС по Самарской области отработали ситуацию. Отселили детей, эвакуировали семей, эвакуировали в школу. В школе организовали горячее питание. Организовали охрану, выставили охрану. В следующий момент в данной ситуации на 18 часов в зале администрации приняли семей, которые на сегодняшний день предложили им смотровые в маневренном жилищном фонде либо в специализированном жилищном фонде. Мы наблюдаем и потом будет комиссионно принято решение о заселении либо не заселении семей обратно. Дом не аварийный, пятой категории, ветхий. Вопрос будет рассматриваться в апреле месяце в медведомственной комиссии о принятии его либо признание аварийным, либо ветхим, либо что-то иное, какое-то решение. Выселенные квартиры, опечатанные охраняются полицией. Ведется круглосуточное видеонаблюдение за состоянием аварийного дома. В настоящее время провал уже засыпан грунтом. В суд передано дело 34-летнего уроженца Узбекистана. Дениса Фатакова обвиняют сразу в нескольких преступлениях, среди которых изнасилование, разбой и покушение на грабеж. По версии следствия, в октябре прошлого года на проспекте Карла Маркса злоумышленник выследил двух школьниц, затем, представившись слесарем, проник в их квартиру и изнасиловал несовершеннолетних. Затем похитил из квартиры золотые украшения. Задержали его спустя несколько часов после преступления. Целый арсенал оружия и патроны к нему у гостей с Кавказа изъяли полицейские. На КПП Рубежком в Самольском районе Тольятти инспекторы ДПС остановили внедорожник, в котором ехали двое мужчин 30 и 32 лет. Пока проверяли документы, мужчины занервничали. Это и стало причиной досмотра автомобиля и его пассажиров. В итоге при себе у них обнаружили пистолет с глушителем и составные части боевого оружия. А при досмотре автомобиля с помощью служебно-розыскной собаки под обшивкой задней двери были найдены еще 4 боевых пистолета и патроны к ним. В настоящее время по факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело. Водители пассажира автомашины задержаны в порядке 91 статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Сотрудники отдела полиции номер 23 Управления МВД России по городу Тольятти выясняют, откуда у мужчин оружие и для каких целей оно предназначалось. Кроме этого, полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим противоправным деяниям. Испорченная вечеринка. А кем именно, решайте сами. В один из саморских клубов прямо во время концерта нагрянули наркополицейские. В заведении находились около 100 человек. Некоторые вызвали у силовиков подозрения. Как выяснилось, не зря 5 человек, в том числе 16-летний подросток, находились в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердила экспертиза. Кроме того, на танцполе клуба оперативники нашли два свертка с амфетамином и марихуаной. Кто принес наркотики, сейчас выясняют. А любителям дурмана грозят административные штрафы до 4000 рублей и постановка на наркологический учет. Ночной клуб был арендован без договора группой студентов, которые решили устроить вот такую вот вечеринку. Поэтому никаких договорных обязательств у них нет. И, по всей видимости, всю ответственность понесет руководство ночного клуба. Будут вынесены предписания в адрес руководства развлекательного учреждения об устранении выявленных нарушений. 20 кустов конопли и 7 граммов готовой к употреблению марихуаны изъяли наркополицейские у сторожа дачного массива села Рубежное. Нарколаборатория, как ни странно, располагалась в будке брошенного грузовика. Для дурман травы садовод создал все условия, выращивал, по его словам, для себя. По данным силовиков, два года назад мужчина уже был судим за аналогичное преступление, но отделался условным сроком. В данный момент возбуждено уголовное дело по двум статьям. Это хранение наркотиков без цели сбыта и культивация наркосодержащих растений. 8,5 лет колонии общего режима. Такой приговор суд советского района Самары назначил адвокату Ольге Гисич. Напомним, ее обвиняли в организации нескольких преступлений, вымогательстве крупной суммы денег, поджоге автомобилей и избиении сотрудников медицинской компании ИДК. Напомним, что приговор Дмитрию Козлову, которого по версии обвинения Гисич наняла, чтобы отомстить врачам, уже вынесли всего два года колонии поселений. Следствие полагает, что мотивом для преступлений послужил поставление Гисич ошибочный диагноз – рак. Она же, в свою очередь, свою вину полностью отрицает. По ее словам, от нее попросту хотят избавиться, так как, являясь юристом, она отстаивала права женщины, которая якобы пострадала от действий врачей. Кроме того, она считает, прямых доказательств ее вины нет. Все обвинение было построено на показаниях Козлова и потерпевших. Приговор как осужденные, так и ее адвокат намерены обжаловать. Дойти, говорят, готовы и до Верховного суда, а пока – 8,5 лет колонии. Два года в колонии общего режима проведет бывший руководитель туристического оздоровительного комплекса «Волжанка» Евгений Пуговкин. Мужчину признали виновным в мошенничестве. По версии следствия, в июле прошлого года он договорился с хозяйкой кафе, стоящим по соседству, о том, что на территории туристического комплекса он разместит мусорные контейнеры и передвижной киоск. Своего обещания мужчина не сдержал. Участок, на котором появились баки, как оказалось, не принадлежит комплексу. Но деньги за услугу Пуговкин все же взял. В день приговора бывший руководитель Волжанки раскаялся. Кроме того, он вернул потерпевшей все деньги. Полторы тонны яблок и почти три тонны томатов пустили под пресс. Сотрудники областного управления Россельхознадзора проверили продукцию, хранившуюся на овощебазе на улице Олимпийская в Самаре. В итоге на складе были обнаружены фрукты и овощи, произведенные в Польше и Турции. Согласно закону, ввозить их в Россию запрещено. В итоге все изъятое отправили на ветсанутель завод в поселок Дубовый умет для уничтожения. Безопасность людей превыше всего. К предстоящему чемпионату мира по футболу, помимо самих игроков, готовятся и спецслужбы. Сотрудники ФСБ, ГУФСИН, полицейские спасатели и медики провели совместное учение. Место действия – учебно-тренировочная база футбольного клуба «Крылья Советов». Задача – предотвращение теракта. По легенде, вооруженные преступники берут в заложники футболистов. Здание базы отцеплено, стрелки на позициях далее. В дело вступает штурмовая группа. Одного за другим злоумышленников блокируют. Залог успеха операции – слаженные действия силовиков. До 2018 года им предстоит еще много подобных тренировок. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.